День России в Краснокамском районе отметили в уже привычном для всех онлайн-формате. Однако от этого праздник не стал менее ярким и интересным. Первым делом в селе Николай-Березовка торжественно подняли российский флаг с соблюдением всех санитарных правил и норм. Почетное право поднять триколор предоставили краснокамке члену сборной Башкири по спортивному туризму Анастасии Шерстобитовой. Далее молодежный совет и представители молодой гвардии организовали в общественных местах раздачу ленточек в цветах российского флага. Государственный символ мог получить любой желающий, но для начала им необходимо было ответить на ряд вопросов. Здравствуйте. А вы знаете, сегодня какой день? Конечно. Какой? Здравствуйте. Рождение нашего нового государства. День России – молодой праздник, но краснокамцы знают, что он отмечается 12 июня. А вот на вопросы, что же означает каждый цвет флага или же в каком году была принята декларация о суверенитете, респонденты ответить затруднялись. На помощь приходили волонтеры. Башкирские мелодии, зажигательные выступления народных коллективов и современные композиции заставили выйти людей на балконы. Творческим коллективам не помешал проливной дождь, и вместе с жителями домов номер 5, 7, 7, Б по улице Молодежная они исполнили гимн. Акцию «Концерты во дворах» организовал отдел культуры совместно с Комитетом по делам молодежи. Главная ценность нашей страны во все времена – это люди. Во время войны именно люди дали врагу достойный отпор и помогали друг другу. Во время пандемии именно люди борются за тех, кто заражен и оберегают тех, кто здоров. Они лечат нас круглые сутки, они водят автобусы и машины, доставляют продукты и лекарства, убирают улицы и дезинфицируют подъезды, охраняют наше спокойствие и отвечают за безопасность нашей страны. Все они наши герои, поэтому День России посвящен им. В рамках праздничного концерта состоялась и церемония награждения. Благодарственные письма получили волонтеры культуры. Люди, которые не только помогали нуждающимся с доставкой продуктовых наборов, но и параллельно занимались досугом граждан на самоизоляции. Я вхожу в состав волонтерской группы «Села Шишнур». Мы принимаем заявки о населении с просьбой купить лекарства. По мере поступления пакета с продуктами питания раздавали их подресатом. Но основная деятельность не осталась в стороне. Я работаю в библиотеке. Мы приняли участие в различных онлайн-акциях, фото-акциях. Я читаю, это класс, конкурс рисунков, лето моей мечты. В общем, делаем все, чтобы люди преклонного возраста чувствовали нашу поддержку, а дети не скучали во время самоизоляции. Также в рамках празднования Дня России в целях патриотического воспитания подрастающего поколения в образовательных организациях обучающихся приняли активное участие в онлайн-мероприятиях, флешмобах «Флаги России» 12 июня и «Окна России». Ребята разукрашивали окна, пели гимн, а также подготовили фотографии, рисунки и поздравления с Днем России, которые разместили в социальных сетях. Анастасия Тимирбаева, Никита Веприков, информационная программа «Время новостей».